Сегодня, может, несколько стихов из 10 главы книги Даниила, где снова Даниил показывает свое сердце, которое ценит Бог. Голова 10, первый стих, прочитаем. Третий год Кира, царя Персидского, это уже новая империя после Вавилона и третий год этой империи. Ну, Даниилу за 80 лет, и, скорее всего, он еще на государственной службе. Было откровение Даниилу, который назывался именем Алтаса, и истинно было это видение, откровение и великой силы. Дата дает нам примерно подумать и увидеть, что это были за обстоятельства. Потому что дальше говорится о том, что Даниил был очень снова в большое время в молитве, переживая за что. Это было время, когда после указа Кира евреям, это было сделано в первый год царя Кира, евреям разрешено было, и данный был указ, вы можете возвращаться на свою землю, чтобы строить храм в Иерусалиме. Обновлять его, строить по-дранному, чтобы в нем молиться и за себя, и за царя, который вам разрешил. Но, к сожалению, очень небольшая часть евреев захотела переселиться, потому что им неплохо, возможно, благодаря Даниилу, неплохо они устроились там же в Вилоне. И та небольшая часть, которая пришла, ну, вроде бы сначала с энтузиазмом начали строить, но возникли трудности, возникли препятствия. Самаряне, которые были по соседству, им не понравилось это, что вот увидели в этом какую-то конкуренцию, и начали писать жалобы, кляузы тому же Киру, и был указ пристановить это средство. И они, как бы, ну, пошли на поводу этих препятствий и остановились. Сделали только небольшой, вот, как бы, по значимости фундамент, который даже сам фундамент говорил о том, что это будет не такое значимое знание. И остановились. Наверное, именно в это время Данил, зная об этом, что произошло, зная, что там не произошло того ожидаемого духовного подъема, даже тех лучших, которые переселились, очень скоро духовно остыли, вышли на служение и разочаровались. Стих 2. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. 3 седмицы, седмицы это 7 чего-то, ну, здесь и 7 дней. 3 недельки. 21 день. 21 день он был в таком, сказано, состоянии сетывания пред Богом. Не просто, ну, он на что-то жаловался. У него был какой-то скольп, который он наносил Бог. Стих 3. Вкусного хлеба я не ел, мяса и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. Такой вот, такой вид поста, когда оказываешься от вкусного и хорошего. Если хлеб, то невкусный, да? Он сам себя ограничил в том, чтобы показывать, что ему эти жизненные радости, жизненные удовольствия не радостны. Ввиду того, что есть какая-то на сердце тяжесть, которую он желает, чтобы Господь услышал. И он пребывал в каком-то состоянии молитвенном. И мы сетуя, как бы, прося у Бога какого-то выхода в этой ситуации. Ответа. Он был при этом где-то возле реки, и там возле реки ему является великолепное видение. Видимо, даже кто-то думает, возможно, это сам Бог явился. Но похоже, это просто ангел в таком вот очень славном и сияющем виде ему явился. Так что Данил, который уже, ну, видал до этого многое, и откровение получал, и ангел ему являлся, даже Данил это принял очень, так что, седьвятый. И услышал я глаз слов его, этого ангела, как только услышал глаз слов его, в отстепенении пал, и до лицом его, и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и длани рук моих, и сказал он мне, Данил, мой желание, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе послан я. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Вот Данил этот, что, седовласый муж Божий, в виде, ну, еще раз, слава явившаяся ему от Бога, падает в трепете. Сначала ангел поднимает, ну, хотя бы на колени встань, говорит, слушай, встань полностью. Встань, потому что я пришел с тобой говорить, я пришел к тебе. Я послал, чтобы с тобой поговорить. У меня есть к тебе слово, не бойся. И, как он называет Данила? Данил муж желаний. А ну, какой украинский проект, я надеюсь, одиннадцатый стих. Данил муж желаний. Муж любый, мужу любый, хороший вариант, мужу любый. Мужу любый. Бог называет Данила мужем. Вот все человек, да, называют мужчина, который неприятен. Вот русский желаний, муж желаний. Муж желанный. Сему, к которому есть расположение. Интересно, что это же слово желаний. Муж желанный. Это же слово в этом отрывочке мы находили, когда вкусного хлеба не ел. То есть, его можно привести, как любимый, желанный, драгоценный. Потому что у него пища даже вкусная. Муж, который неприятен. Бог, смотря на этого человека. В книге Данила несколько раз, три раза, кажется, я находил, что Бог в девятой главе и дважды в десятой главе. Муж желанный. То есть, муж, очень хорошо украсит, муж, и кем не любит. Бог говорит, муж, и кем не любит. Что делало его человеком, которого Бог знает, Бог знает по имени, и знает его как очень того, какое ему Божье сердце расположено. Его жизнь, его жизнь, которая... Он слушал Слово Божье, вникал в Слово Божье, изучал пророчество, изучал Писание, стремился так жить. Его жизнь, в которой он любил быть с Богом наедине. Когда он регулярно склонялся перед Господом колени. Вот он любил, любил Бога, и любил общаться с Богом. И Бог это ценил. Бог это ценил. Данил муж желанный или муж любый. И говорит, вот ты три недели в этом сетване, в этой молитве, но не думай, что Бог тебя как бы не отвечал или не слышал, потому что что-то в тебе не так. Бог тебя расположил, Бог тебя ценит, Бог тебя знает. Давайте стих 12. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим. Даже то, что он оказался от жизни и радости, это как бы, чтобы себя смирить. С первого дня слова твои услышаны. Три недели ты как бы сетване молишься, но твои слова услышаны с первого дня. И я пришел бы по словам твоим. То есть я бы пришел бы с этим ответом еще в первый день, когда начал сетване молиться. Но это задержка, почему только сейчас, спустя три недели я прихожу, вот чем связано сетв 13. но князь царства Пересидского стоял против меня 21 день. Ну вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Пересидских, 14. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к одоленным дням. Что это за князя Пересидский, что это за князь Михаил, еврейский князь ваш? Ну, однозначно, это речь идет не о людях. Силы Тимы тоже иногда называется, вот что, князь, да, Тимы, князь века сего. Это говорится о том, что Бог послает в ответ на просьбу Даниила в первый день, Бог послает свою весть, иди к нему с ответом, иди к нему с этим откровением, иди к моему мужу любому, любимому. И вот ангел идет, а под него стоит какой-то князь, князь, бес, очень как бы с большими погонами в мире тьмы, и мешает ему, не пускает его. И говорит, я не мог к тебе прорваться, была бы это борьба, борьба на небе. И, наверное, за счет того, что Даниил продолжал молиться, вот как бы в ответ на его молитвы это дало возможность еще одному ангелу Божьему, который отвечает за Божий народ, Михаил, охранник, Михаил, прийти на помощь, и уже они вдвоем одолели и дали возможность прорваться к Божьему вестнику, к Даниилу на землю с этой вестью. Причем этот бес, этот князь, называется князь царства Персидского. К тому времени это была Персидская империя, царем, какой был Икир, и вот за эту большую область, за эту территорию отвечал этот очень сильный возле в своей тьме этот бес. Главное, наверное, у него была целая бригада, которые отвечали за эту политику в том царстве. И это говорит о том, что есть два мира, видимые и невидимые. И Даниил был человеком вот этих двух мирах, и он ценил невидимый мир больше. Вот для него какие-то духовные вещи, для него близость с Богом, для него царство Божие было более реальным, чем земная жизнь, чем та работа, которую он имеет, чем его служба, которую он исполняет. И эти эти силы тьмы, которые также реальны, и сегодня, они не просто наблюдают, они сражаются против дела Божьего, против церкви, против народа Божьего. Бог делает свою работу, чтобы церковь возрастала, укреплялась, принесла свою миссию. Дьявол делает свою работу, чтобы этому помешать, чтобы это разрушить, чтобы навредить. Поэтому мы должны понимать, что если тогда было так, если была империя, из-за ней стояли бесы, которые эту империю, наверное, организовывали, поддерживали, через нее влияли, влияли на то, что принимались какие-то законы, мешающие делу Божьему, то ну тот же самый механизм действует и сегодня, тот же самый механизм. и мы можем как бы возмущаться, о, о политиках, что за политики, но политика, это просто ставленники этих сил тьмы, и мы можем духовно позволять этому или не позволять. сражаться нужно вот здесь не демонстрациями, не какими-то там революциями. Данил сажался молитвой. И мы имеем сегодняшнее правительство, мы имеем сегодняшнюю власть в нашей стране, мы можем только догадываться, какие там силы за ними стоят. Мы можем понимать, что даже они сами, возможно, на них не только влияют какие-то олигархи, еще что-то, на них влияет что-то намного больше. Бессонские силы. И конечно же, они готовятся к выборам этих сил, они готовят своих кандидатов, они готовят настроение народа, народ готовят, чтобы народу был таким, которым нравится, у народа были такие греховные желания, чтобы эти политики эти греховные желания исполняли, потому что политики обещают то, что народу нравится. Ну, возвращаемся к нашему тексту. Так, Бог ответил на Данилу в молитву сразу, первый день, но ответ к нему дошел только через три недели. Не потому, что вот почта небесная плохо сработала, посылка дошла, скорость моментальная, Бог отвечает, тут же есть ответ, а из-за того, что есть духовное сопротивление, есть духовная война. И этот ангел прорвался, потому что Данил оказался человеком, которого помог Богу в этой борьбе, наши молитвы, наши молитвы, они двигают тем, чем, что мы не видим, влияют на ту сферу, которую мы не видим, но от которой есть и могут быть какие-то духовные вещи, результат. Может быть, я еще как продолжение этой мысли на сегодня это будет все. по концу главы ангел продолжает объяснять ответ ангела это будет глава 11 до 12. Он принес им откровение, что будет в будущем народ его, что не так скоро будет и духовное восстановление. Десятая глава вступления к этому откровению. стих 19 этой главы 10. Сказал мне не бойся муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мною я укрепился и сказал говори господин мой, ибо ты укрепил меня. И он сказал знаешь для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь. чтобы бороться с князем Персидским. Я прорвался и снова возвращусь туда, в небесную сферу. А когда я выйду, то вот придет князь Гренции. Я возвращаюсь снова на эту борьбу духовную успех, который зависит как вы на земле себя ведете, как вы молитесь, как вы живете чисто, свято. Я вернусь на ту передовую и снова у меня будет тяжба или борьба духовная с этим бесовским князем, который отвечает за Персидское царство. И это будут какие-то годы, а потом будет другая борьба, потом будет с князем Греции. Персидская империя просчетовала около двух столетий. А потом появится Греция, Александр Магенонский сделает империю, но за ним тоже будут стоять бесы, которые имеют свои цели в этой империи, чтобы может быть людей вести на какое-то поклонство, на разврат, на деградацию моральную, на жестокость, на те войны, которые будут тысячи и миллионов убиваться, на те зверства. И у меня еще много работы в этой борьбе. Господь сегодня обещает нам и говорит нам из примера ветхозаветних этих, этой борьбы Даниила за дело Божье, что мы тоже сегодня стоим на передовой мы представляем Божье дело здесь на земле, моего церковь. Сегодня церковь это то, что делает Господь на земле. И то, что Бог делает, а то, что Сознание пытается разрушать или не давать, чтобы оно созидалось. Мы должны и можем быть людьми, которые стоят в этом духовном проломе. может быть вспомним что мы знаем какие еще события были после Даниила или после Даниила в Пресидском царстве. Помните есть книги Есфирь, книги Неемия, они описывают период Езре, Есфирь, Неемия, они описывают этот период Пресидского царства. Тот же храм, который Данил молится, в кое-то время все-таки люди обновляются силами, мы будем строить, мы не боимся законов, которые приняли, мы будем строить. Время Есфири, когда появляется какой-то князек, Аман и желает сделать так, чтобы все евреи были уничтожены. Это тоже не просто так, Аман что-то ему зашло в голову ненавистник евреев. Да, он был таким, но какие причины? Духовные причины. Есть те бесы, которые ведут эту борьбу и вели, использовали этого человека, но есть люди Божьи, которыми Бог не просто отдавал сдачу в духовном мире, а отбивались и дело Божье продвигалось и имело успех. Вспомним книгу Неемия, когда тот же Неемия, тот же все этого не переживают, переживают, что храм-то построен, город разрушен, и он тоже идет к царю и ходатайствует, молится, и делается духовный прорыв. Тоже была позиция, тоже были опасности, тоже была борьба. поэтому эти победы совершаются Божьими людьми. Анатолий Иванович говорил, Бог ищет человека, Бог ищет человека, Бог делает свое дело на земле через человека, не через ангела. Но ангелы могут доносить Богу информацию, могут, они сражаются там, в другой сфере, и это влияет на нас. Но чтобы здесь что-то сделать, Бог ищет человека, чтобы утешить брата или проведать сестру, которую может быть в больнице, нужен Богу человек, не ангел, человек. Чтобы нести Слово Божие и его ангел, нужны Богу люди. Я тоже верю, что маленькое или большое, но если мы сделаем что-то для Христа, он имеет намного больше, чем мы можем себе представить. Наши молитвы, наше хадатайство, наша просто верность Богу, наше послушание, послушание, которое мы совершаем. И это, если руки падают, это не потому, что нет результата, а потому, что дьявол работает, чтобы мы упали. Ну, это не будет никакого толку, никакого результата, зачем это нужно продолжать? Это он останавливает нас Бог, как устанавливал то строительство храма, которое было, за которое Данил переживал и молился. Мы не видим, еще раз, всей картины, но это не наша ответственность. Ответственность нашего военачальника, главнокомандующего, Господа, он делает это, и победа будет, победа будет совершена, но ему нужны люди. Бог нуждается в нас. Нужны люди, которые ему были бы по сердцу, которые были бы чистыми, чтобы он мог взять их в свои руки и использовать. В сегодняшнем вечере Господь нам сказал о том, чтобы мы были людьми, были людьми, которые благодаря Иску Христу. мы можем им встать. Мы можем им встать, потому что он берет нас в свои руки, нас возрождает, нас очищает, дает нам новое сердце. Сердце, которое начинает уже проявлять ту человечность, которую Бог нас сложил. Чтобы мы в этой человечности, Бог создал нас способными с ним общаться. Бог создал нас, чтобы мы были людьми, которые не от этого мира, или, то есть, которые видят не только этот мир, не только эту реальность. Мы просто пришли домой, мы шли в сеть, вину и реальность и в этой сфере просто убиваем свою жизнь. Так что мы понимаем, что есть настоящая реальность и духовная реальность, и мы в ней сражаемся, и мы в ней продвигаемся. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы были его людьми в этих духовных сражениях, в этих победах. Чтобы когда кажется, нет побед, чтобы мы если сетовали, то это только, когда не им. Вот так сетовали. Удалились от каких-то земных развлечений, просили его, хоритайствовали его, чтобы Бог дал прорыв, дал победу, поднял людей, поднял нас, чтобы церковь, церковь и это как выражение той Божьей войны, которую Бог делает, чтобы Слово Божье распространялось, чтобы то, что мы тоже планируем найти, можно для детей, для взрослых, которые думают, за очки, но очки это только повод где-то познакомиться с человеком, расположить его и сказать ему, что Бог есть, и Он тебя любит, и Он тебя может простить. Помолимся, чтобы Бог использовал нас в этой духовной сфере, как духовных людей для Его побед. Аминь. Аминь.